Выставка собрала разнообразные и интересные экспонаты. С помощью представленных работ можно изучить сразу несколько видов искусства. Не все авторы профессиональные мастера. Для многих это хобби. Но в каждой работе чувствуется душа. К примеру, Зинаида Игнатова многие годы хотела научиться вязать крючком. Выйдя на пенсию, осуществила свою мечту. И на выставке она представила салфетки ручной работы. Всегда мне хотелось вязать крючком. Вот едешь в электричке, смотришь, женщины сидят, вяжут. И глаз не оторвать от них, понимаете. Ну вот, время появилось свободное. Тогда было трудно достать журналы. Сейчас такая красота. Ну что вы. Чудо просто. Просто чудо. Чтобы связать подобную салфетку, у Зинаиды Федоровны уходит 2-3 недели. Но дело она свое любит. И уже не первый раз участвует в подобных выставках. А Ольга Чеботарева представила костюмы конца 19 века. По мнению коллекционера, если близко подойти к экспонатам, то душа наполняется особой теплотой и энергией. Здесь представлены сегодня один из нарядов Курской губернии. И также яблочина в такой же наряд. Потом Воронежской губернии. И что интересно, что складочки на Курском сарафане делаются только мякишью горячего хлеба, испеченного в русской печи. Все костюмы оригинальны и не реставрированы. Это помогает передать дух времени, считает коллекционер. Поприветствовать авторов приехал и глава видного Моисей Шимаилов. Моисей Исаакович отметил, что выставка с каждым годом становится все ярче, а интерес посетителей больше. Широкий, разнообразный, просто невероятно красочный. Подбор различных направлений. Это вот настолько интересно. И вот действительно понимаешь, что мало пространства. А сразу после для всех прозвучал музыкальный подарок от Бориса Гуреева. Родная, родная, родная земля. Полыли, родные леса и поля. После торжественной части гости вновь вернулись в экспозиционные залы. Здесь для посетителей провели экскурсию по выставке. В центре одного из залов расположился корень 150-летней березы. Этот экспонат вызвал особый интерес у гостей. Помимо удивительной красоты, созданной природой, у него интересная история. Любовь Перфилева работала над ним более 10 лет и даже написала про своего любимца небольшой рассказ. Он преображался все время. Он какой-то необыкновенный. Он несет в себе какую-то такую энергетику, такое тепло, что все, кто к нему подходил, даже не работая с ним, просто смотрели. Все прям пытались погладить, как-то пообщаться. Вы знаете, это затягивает. Это затягивает, потому что ты общаешься вот с таким живым материалом, который вышел из земли. А еще здесь куклы ручной работы, иконы и даже картины, выполненные с помощью 3D-графики. И такое разнообразие стилей дает возможность каждому найти для себя что-то близкое. В целом на выставке представлено более 400 работ от 100 авторов, увидеть которые можно до 28 октября. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.